Ну а в округе продолжается подготовка к новому учебному году. Сельские и городские школы наводят порядок в учебных корпусах, интернатах и на пришкольных территориях. И речь идет не только о косметическом, но и о капитальном. Все подробности далее. Капитальный ремонт школы проходит в ОМИ. Зданию в этом году исполнилось 15 лет. Сегодня в нем обучаются более 120 учеников с нулевого подготовительного по 11 классы. У нас капитальные работы по ремонту пола на втором этаже и ремонт пола в спортзале. Окончание ремонта по срокам 10 августа и вот мы к 10 закончим. Также ведутся косметический ремонт, покраска помещений, подготовка всех к началу нового года учебного. У нас уже прошла проверка пожарника, замечаний никаких не было. Была проверка СЭС, вот сейчас кое-какие устраняем недочеты. Ну а в общем готовы к началу учебного года. Готовы открыть двери 1 сентября и школа в Каратайке. По графику приемная комиссия посетит учреждение 19 августа. Идут косметические ремонты, покраска школы, двух зданий интерната. Интернаты уже готовы к приемке детей. 16 первоклассников подавали списки в этом году. Значит, это отеки детского сада. Дальше из поселка Варник у нас будет четверо там, по-моему, детишек. Оленеводов, общины Ямпто и дружба народов. То есть у нас будет такой смешанный комбинированный класс. А вот в Бугрино школу и детский сад не ремонтировали. Дошкалята и школьники будут обучаться в новом месте – здании поселковой администрации. Сейчас идет переоборудование помещений под нужды школы-сада. Из-за нехватки материалов работы идут медленно. Педколлектив обеспокоен сложившейся ситуацией. Ведь в новом здании получать образование будут 33 дошкаленка и 28 учеников. Как сообщили в департаменте образования, культуры и спорта округа, ремонт ведется в плановом режиме. 10 августа из Архангельска отправится судно со стройматериалами. Ремонт производит бригада рабочих, поэтому сил достаточно. В основном же образовательные учреждения делают ремонт своими силами или заключают договоры с местными мастерами. Так в Харуте пришлось ремонтировать не одно, а целых три здания школы. Вместе с окружными комиссиями в поселке отправятся и подарки первоклашкам. Там 257 портфелей с канцелярскими принадлежностями. Каждый подарок содержит 34 предмета. Среди них флэш-карта на 2 гигабайта, сумка для сменной обуви, фломастеры, обложки для тетрадей. Всего администрация округа закупила 670 портфелей по количеству первоклассников.